Итак, давайте продолжать. Секцию Data продолжит Алексей Зиновьев, Java-тренер компании EPUM. Поприветствуем вас. Всем приветики. Итак, сейчас мы разберемся быстро с переключением и со звуком. Меня зовут Зиновьев Алексей, как уже сказали, и сегодня я буду вас хайрить. Но буду хайрить вас не в EPUM, хотя приходите работать в EPUM, тут классно. Я буду вас хайрить в первую очередь в Open Source и проникать в ваши головы различными Open Source штуками. Я надеюсь, что вы имеете тот или иной опыт с упомянутыми инструментами, с Apache Spark, с Apache Ignite, с каким-нибудь Apache Tomcat, например, и представляете себе примерно, как устроен Open Source, как устроена Apache Community. Если нет, будет еще сегодня вечером доклад Димы Павлова, как попасть в Open Source и так далее. Тоже туда обязательно сходите. Я немножечко расскажу о себе. Итак, я много-много-много-много-много дней уже Java-девелопер. С какого-то периода начал заниматься тем, что стал смотреть, как раскладывать обычные классические, и потом уже не совсем классические алгоритмы машинного обучения, превращать их из однопоточных, нераспределенных, сначала в многопоточные, а потом, соответственно, в распределенные. То есть, скажем так, заниматься распределенным ML. Далее. Около двух или трех лет, наверное, уже ближе к трем годам я работаю в составе Apache Ignite Community. Начинал я как контрибьютор, потом стал коммитером. Уже где-то около года могу сам что-то мержить в мастер. Очень приятно. И мержить кого-то другого, кто сделает pull-request. Кроме того, тоже уже в течение многих лет я пользую так или иначе Apache Spark, работаю в экосистеме около него, делаю какие-то разные интересные поделки, пакетики для того, чтобы со Spark работать лучше. Ну и, конечно, моего выступления бы здесь не было, если бы спонсор в качестве семьи не дал бы мне свободное время всем этим заниматься. Поэтому спасибо семье. Ну и присоединяйтесь, подписывайтесь на GitHub, ставьте лайки и вот это все. Итак, я немножечко введение сделаю, потому что я не уверен, что все здесь пришли, все занимаются машинным обучением и чем-то еще, поэтому позвольте мне 5 минут вашего времени на это потратить. Итак, я расскажу про Apache Ignite. Есть ли тут пользователи в Prode Apache Ignite? Есть ли такие? Вообще нет. Ну вот самое время начать пользоваться. Если совсем коротко, то это in-memory database. То есть, условно говоря, вы хотите иметь транзакции, но писать их не куда-нибудь в дисковую типичную базу данных, а писать их в SQL-хранилище, которое развернуто в памяти. Но не в памяти одного сервера, а желательно в памяти кластера. То есть, условно говоря, Apache Ignite эту задачу так или иначе решает. Начинался этот проект, в свою очередь, как поддержка распределенных кэшей, но, как я вижу большинство из кейсов, которые прилетают на юзер-лист, например, люди в основном уже сейчас пользуются распределенным SQL, который поверх всего этого был написан. Но изначально, так сказать, родовые пятна социализма, они представляли Apache Ignite в первую очередь как распределенный кэш. Сейчас там появилось уже очень-очень много всяких фичей, много каких-то коммерческих продуктов вокруг всего этого, которые так или иначе используются в банковской сфере, в ритейле и так далее. Но в первую очередь в тех местах, где важна скорость, где вы не обрабатываете терабайты, петабайты и так далее за годы жизни, а когда вас интересует latency, throughput и так далее. То есть некая такая смесь middle data и high load. Где-то вот тут посередине лежит in-memory база данных. Это, конечно, не единственная in-memory база данных. Их достаточно много, но не все из них являются распределенными. Не все из них поддерживают осидные транзакции и так далее. Но вот это вот поддерживает. Соответственно, в какой-то момент времени на юзер-листе возникла идея, давайте создадим поверх всего этого машинное обучение, чтобы не надо было все это импортить в какие-то внешние библиотеки, чтобы не надо было все это выгружать, тренироваться в scikit-learn, не перегружать куда-то в Spark. Давайте здесь тоже будет своя библиотека машинного обучения. Для тех, кто никогда с машинным обучением не работал, я совсем коротко тоже маленькое интро сделаю. Когда ты обычный программист, такой хороший, надежный, пишешь код, который где-то запускается, выполняется, все хорошо. Ты сам автор тех вычислений, которые должны выполняться. Ну, конечно, если ты пользуешься ламбоком, ты уже не совсем автор всех вычислений, но так или иначе это все транслируется в более низкоуровневый код и так далее. Однако, когда ты занимаешься машинным обучением, ты, по сути, оперируешь с данными и некоторыми законами, по которым генерируются вычисления, называемые моделью. Совсем в простом виде, если математически все это поставить, то у нас есть, условно говоря, некоторый набор переменных x, некоторая функция от них и некоторый набор параметров. И наша задача, если мы имеем некое предположение о характере этой функции f, о зависимости между входами и выходами, например, мы предполагаем, что она линейная или какая-нибудь там квадратичная и так далее, собственно, подбор вот этих вот коэффициентов в некотором семействе похожих функций. На самом деле у нас в России самая сильная на свете школа математического обоснования, скажем так, в том числе всего, не только математического анализа, но и машинного обучения. И вот по Воронцову эта задача имеет более расширенную постановку. Но в том или ином виде все это идет речь о том, что мы отыскиваем некоторую функцию, которая приближает настоящую истинную зависимость между входами и выходами. Мы предполагаем, что это функция некоторого характера, и все равно так или иначе подбираем характер этой функции, какие-то параметры, параметры могут быть сложными, это могут быть какие-то семейства параметров и так далее. Но в целом все это остается строгой математической постановкой. Другой вопрос, что когда вы начинаете работать с машинным обучением, вы немножко, скорее всего, смотрите не с этой стороны. Условные видео на ютубе, как начать работать с тензорфлоу за 5 минут, там особо про математические постановки не говорится. В простейшем виде модель, с которой, наверное, все сталкивались еще в школе, когда у тебя есть какие-то точки на графике, тебе надо провести какую-то линию, которая будет, скажем так, экстрапорировать что-то, например, в будущем. Желательно, чтобы эта линия, например, была прямая, экономисты очень любят прямые линии. Например, это модель линейной регрессии. Когда у нас зависимость определяется как некоторая линейная функция, вам нужно подобрать коэффициенты. Каким образом подобрать наилучшие коэффициенты? За это отвечает специальная функция потерь, которая, например, в таком известном методе, как метод наименьших квадратов, говорит нам, а давайте та линия, которую мы попытаемся провести, будет у нас в некотором хорошем смысле не сильно отклоняться от точек, которые предложены. И вот этот хороший смысл в математической постановке записывается подобным образом. Надо понимать, что этих функций потерь может быть очень много. И в зависимости от того, какая это функция потерь, у вас могут быть достаточно отличающиеся друг от друга методы решения подобных задач. Предположим, мы все узнали уже в математических постановках машинного обучения и поехали дальше. У нас с вами стоит более практическая задача. Приходит к нам клиент и говорит, что нам нужно построить пайплайн машинного обучения. Некая цепочка вычислений, которая начинается с примитивного ETL, когда у вас есть какие-то сырые данные в источнике, и заканчивающаяся диплоем модели уже куда-то в продакшн, которая умеет делать какие-то предсказания. Все начинается с того, что у вас есть какие-то сырые данные, и вот здесь собакой порылась, собственно, сырые данные могут быть в каком угодно формате. И предположим, ну, собственно, на чем я хотел бы сконцентрировать доклад, они либо лежат в каком-то популярном формате из бигдата, то есть, например, в паркете, лежат под управлением спаркластера, или, например, это данные, которые лежат в горячих кэшах того же Apache Ignite. Дальше мы делаем некоторый припроцессинг, и почти любая, наверное, библиотека машинного обучения предполагает, что вы сырые данные превращаете в некоторые вектора, а желательно, причем не просто вектора, а вектора ничего угодно, а вектора, например, даблов, чтобы учиться на них так или иначе. После этого мы на этих подготовленных данных мы тренируемся, то есть мы пытаемся, собственно, подобрать коэффициенты какой-то модели, выучить какие-то закономерности и получаем, собственно, функцию, записанную каким-то образом. Это модель. У этой модели, опять же, для того, чтобы ее получить, у вас могут быть различные гиперпараметры, в том числе и тренировки. Например, вы говорите, я хочу подстроить модель предсказания в виде дерева максимальной глубины не больше пяти. Это уже гиперпараметр вашей модели. А можете, например, потренироваться с максимальной глубиной сто. Какое дерево тогда вырастет в результате тренировки? И так далее. После этого у нас еще не менее важный момент, ради которого вообще все затевалось. У нас есть некоторые критерии того, насколько модель хороша. Так называемая стадия эвалюации, оценки всего происходящего. И от этой метрики зачастую пляшут даже сами методы. То есть вы понимаете, что является критерием того, что ваша модель достаточно хорошая. Не всегда это какая-то популярная лосс-функция. Иногда это бывают вообще очень хитрые пожелания, которые нужно облечь максимально математическую форму или дать людям выбрать из каких-то уже готовых метрик. Для этого, собственно, эти метрики тоже надо знать. На этом все не заканчивается. То есть здесь мы получили какой-то артефакт. Этот артефакт может быть в каком угодно виде. Это может быть текстовый файл, это может быть, не знаю, графическое изображение, которое надо еще раз распознать. Это может быть набор бинарный какой-то стандартный. Нам надо вот этот вот, например, бинар задеплоить в какую-то продакшн-систему. Причем это может быть просто веб-приложение, которое должно уметь в ответ на входящий JSON с данными определять, не знаю, пол у этих данных, к примеру. Ну, если пол JSON вам где-нибудь нужен. Соответственно, наша цель построить всю эту систему целиком. И в случае, когда данных, скажем так, достаточно много, чтобы не тренироваться на домкластере, нам нужно уметь все эти стадии делать распределенно. На самом деле не так много решений, которые могут делать это хорошо и распределенно. И одно из них это Spark. Spark сам по себе является распределенной платформой для вычислений, но он не является in-memory базой данных. У Spark нет никакого настоящего, тем более осидного стейта в памяти, который можно как-то красиво обновлять и так далее. Это именно вычисления, ориентированные на то, что у вас изначально есть много-много-много данных на диске, исторически лежащие под управлением Hadoop-кластера, и вы на этом хотите тренироваться. Да, в момент построения каких-то моделей данные будут лежать в памяти, но это не те данные, которым может какой-то внешний дядя прийти, сделать к ним SQL, потом сделать апдейт, инсерт и так далее. То есть это немножко не так работает. Это я уже начал рассказывать про плохие части Spark, но они не то чтобы плохие. Мне они, например, нравятся, меня устраивает модель вычислений Spark. Она просто обычно не устраивает человека, который пытается использовать Spark для всего и в частности ожидает, что Spark будет у него in-memory базой данных. Это проблема. Кроме того, понятно, что фреймворков распределенного машинного обучения, это не один Spark ML, он, наверное, сейчас самый популярный, но у него тоже есть определенные проблемы. Есть библиотеки в мире open source как открытые, так, скажем так, открыто-закрытые, то есть когда ты можешь посмотреть исходники, но не знаешь, скажем так, ты никак не можешь туда положить какой-то патч. Например, такая библиотека H2O, которая тоже является распределенной, интегрируется со Spark для вычислений, для того, чтобы взять оттуда какие-то данные и много-много с чем еще, но ты, например, туда не можешь засобменить какой-нибудь свой алгоритм. Также есть определенное семейство фреймворков не классического машинного обучения, там, с линейной регрессией, decision trees и так далее, а фреймворков для построения нейронных сетей. Они обычно стоят особняком, потому что вычислительная природа нейронных сетей, она не требует такого многообразия, как в классическом ML, она зачастую сводится к огромному вычислению градиентов, в том числе распределенному вычислению. И Keras, PyTorch и TensorFlow, ну Keras теперь это, наверное, часть TensorFlow больше, они все имеют в своем составе те или иные интеграции для того, чтобы вычисляться не на одной машине, опять же, строить нейросеть, там, тюнить параметры этой сети, а на многих машинах сразу. Есть, конечно, хорошая идея вообще использовать замечательную питоновскую библиотеку, scikit-learn на всех данных, сразу на petabyte натравить, или сделать очень-очень-очень маленький сэмпл и на этом всем работать. Ну, есть такая серьезная проблема в том, что есть требование тренироваться на всех данных или тренироваться на достаточно большой репрезентативной выборке, которая все равно слишком большая, чтобы ее один scikit-learn или даже много маленьких scikit-learn съели. Соответственно, Spark ML — это хорошая на самом деле тема, и я на него всегда смотрю как на некоторую отправную точку, на некий референс для того, чтобы развиваться дальше. В нем есть набор большого количества классических ML-алгоритмов, он все-таки обновляется от версии к версии алгоритмы, распределенные внутри в большинстве своем. То есть люди, которые писали в Spark ML, они брали, например, код scikit-learn и смотрели, какие части можно внутри распределить. Часто это получалось. Иногда не совсем получалось, и про это нигде не написано. То есть ты смотришь в код Spark ML и понимаешь, что эта вещь не совсем удачно работает, но сталкиваешься с этим в проде. Кроме того, у Spark есть огромное количество интеграций с различными источниками. Их число растет. Это, опять же, хорошая точка, чтобы втащить в некоторый Spark Cluster данные из многих-многих-многих источников, в том числе файловых форматов, традиционных баз данных и так далее. И у него есть API на Python, на Aria, на Java. В принципе, они совпадают с основным API на Scala. И дата-сайентисты, которые в глаза не видели JVM-приложения, они в целом могут пользоваться Spark Cluster. Например, вот Rщик есть. Я ходил тоже на встречи R-комьюнити в Питере и общался с ребятами, которые вот Spark сами не запускают, но могут взять свой язык научный R, скачать там пэкедж для R и, например, Spark Lear и работать с ним через него со Spark. Это будет достаточно удобный пакет. То есть есть опенсорсные пакеты, есть Spark'овская API, много-много разных вариантов. Но есть определенные проблемы со Spark'ом. В частности, я бы сказал, разработка Spark ML в сравнении с тем же Scikit Learn, она как бы остановилась на полдороги. Например, там нет каких-то таких уже классических техник, как построение ансамбля в модели. Например, там нет общего стейкинга, бустинга или бэггинга. Там есть определенные ансамбли моделей, самые популярные, типа Random Forest'а, Gradient Boosted R, но вот на этом разработка была остановлена. При этом существуют какие-то независимые, непонятно кем поддерживаем пакеты, ни о почем, а в личных репозиториях все ребята стараются, делают какие-то разные реализации, но у них всегда появляется проблема с тем, что ты сделал, потом ты живешь с этим, Spark Community это не приняло, и ты демотивируешься в плане поддержки большого количества версий. Сколько у тебя будет скачивания, если это не лежит в Spark Core. Дальше есть серьезная проблема с тем, что не поддерживается онлайн машиной обучения. То есть, к примеру, вы выучились на большом куске данных, потом у вас пришел небольшой апдейт данным, вы хотите доучиться на них и объединить две модели по определенному закону. В Spark были попытки это реализовать много лет назад. Для трех, по-моему, моделей типа линейной регрессии комминса это было сделано, но дальше опять же все застоприлось. То есть, нет такой вещи, как там Partitional Learning или там, например, как Online Update, как некого такой массовой точки для каждого алгоритма, который был бы реализован. Кроме того, на самом деле достаточно много оверхеда, связанного с тем, что у тебя есть некоторые данные Spark Cluster, и тебе надо сделать много-много преобразования, они не всегда удачные. Иногда вовлекают очень много шафлинга, чтобы собрать вектора в Spark. То есть, перформанс здесь тоже значительно проседает. Ну и, конечно, очень тяжелая история интеграции с нейронными сетями, с фреймворками нейронных сетей опенсорсными. Про это я можно отдельный доклад рассказывать, потому что я смотрю на эту историю, стараюсь в ней как-то участвовать. И на данный момент идет четвертая итерация интеграции Spark с TensorFlow, то есть для того, чтобы TensorFlow использовал Spark как распределенный бэкэнд. И идет она уже через внешнюю утилиту Horevoot, которая разрабатывалась в Uber одним русскоязычным товарищем, судя по названию Horevoot, Алексом Сергеевым. Но он уволился из Uber. И какие перспективы этой интеграции Spark, Horevoot и TensorFlow, они снова повисли, если честно. То есть уже идет третий год, но интеграции хорошей все нет. Кроме того, есть проблема с тем, что, опять же, исторически Spark ML разрабатывался слишком много лет и очень разными подгруппами людей, аспирантами каких-то технических вузов. Они реализовывали все эти идеи, какие хотели. Между собой иногда не договаривались. В итоге мы имеем в Spark несколько пластов работы с математикой, условно говоря, в том числе и с распределенными матрицами. Можно еще долго критиковать. Это не значит, что я не люблю Spark ML. Еще раз, я очень люблю Spark ML, мне просто в нем кое-что не нравится. Не буду на это тратить много времени. Дело в том, что существуют еще различные проекты по улучшению Spark ML. Есть у Microsoft. Хочу обратить ваше внимание, такой MMML Spark Microsoft. Они много чего потюнили, почистили. Ну, такой не слишком известный проект. И даже у нас вот в Одноклассниках, я знаю, делали. Правда, ML – это тоже некое издание работы над Spark Cluster. Очень интересное решение. Ну, там, к сожалению, не очень много мейнтейнеров, и я пока ничего не знаю про дальнейшие планы. В общем, такие разные попытки в комьюнити существуют улучшить Spark ML. Ну и основная проблема со Spark в том, что ты, даже если сделаешь пиар, там, например, стоит какой-то открытый тикет, ты делаешь туда пиар, потом ты подписываешься на обновление, чтобы кто-нибудь ответил, через год кто-то еще делает пиар на эту же тему, еще через год тикет висит, она signed, и как бы ничего в ML не добавляется. В этом году мне удалось поговорить с разработчиками Spark ML. Они сказали, что, ну, из Databricks сказали, что как бы денег нет, трейдов полны, скорее всего, мы не будем добавлять много классических алгоритмов в ближайшие к лет. Мы все сейчас сосредоточены на внешних интеграциях. В общем, нет ресурсов у Databricks это все развивать. А комьюнити мы тоже заниматься немножко не будем. То есть в этом плане это звучит достаточно неоптимистично, поэтому надо искать какие-то обходные пути, при том, что сам Spark очень классный. То есть он много где у нас развернут в продакшене и в России, и по всему миру. И, соответственно, возникает вопрос, можно ли иметь какой-то фреймворк из определенного обучения, который как-то будет завязан со Spark. И один из ответов это, собственно, Ignite ML и Ignite как таковой, который имеет, в принципе, мостик интеграции со Spark. То есть есть возможность запускать Spark-овские датафреймы, храня их в Ignite кластере. Кроме этого, это здесь такая сравнительная табличка, которой можно похвастаться. Через месяц, через два выйдет релиз Apache Ignite, который долго готовился к комьюнити. Почему я так улыбнулся? Потому что долго-долго готовили релиз. Я надеюсь, сейчас все сроки будут выдержаны, и комьюнити его выпустят. Соответственно, в нем, в принципе, будет паритет с Apache Spark ML, плюс некоторые дополнительные фишечки, про которые я сегодня буду дальше рассказывать. В целом, Ignite Spark имеет достаточно простую интеграцию. Вот у тебя есть Spark, есть какой-то код написан на Spark, и ты хочешь его, например, ускорить или закешировать в Ignite кластере. Такая возможность есть. В Ignite есть интеграция. То есть, например, зачитал какой-нибудь датасет, сделал на нем какие-то предварительные данные, отфильтровал, дропнул какие-то колонки и так далее. И дальше ты пишешь его во внешний источник, во внешнее, в нечто внешнее стандартным оператором в write, только используешь, подложил соответствующий Ignite-овский jar, у тебя есть Ignite пластер, и ты пишешь эти данные, на самом деле, в Ignite, которые начинают персистить их в памяти. Но не по тем законам, по которым Spark их персистит в памяти, а по немножечко своим, которые местами тоже лучше в силу, скажем так, более продуманной работы с раскидыванием данных у непосредственно патча Ignite. При этом для Spark-юзера сохраняется некая прозрачность, то есть он может продолжать использовать свои пайплайны. В этом плане это вот один из кейсов, когда Ignite используется просто для ускорения работы Spark. Неважно, для RDD или для датафреймов, используется в качестве такого бэкэнда в памяти. Второй интересный вариант, про который я буду больше рассказывать, это когда ты из Spark данные получил, дальше с ними начал работать в Ignite, уже непосредственно как в кластере и тренироваться на них. Точек интеграции будет еще много, они пока раскиданы по всему, скажем так, по всему Apache Ignite, по патч Ignite ML, поэтому сейчас я побольше поговорю уже про Apache Ignite ML. Смотрите, безусловно, когда ты работаешь с механизмами тренировки, тебе нужны в первую очередь какие-то структуры данных. В этом плане хорошей структурой данных является некоторый распределенный датасет, в котором у тебя есть какие-то партиции, которые, соответственно, как-то раскиданы по кластеру. То, как они раскидываются по кластеру, как данные перетасовываются и так далее, это все желательно инкапсулировать, то есть нехорошо, если пользователь будет этим заниматься. В идеале, чтобы кластер всем этим занимался, но максимум продвинутый юзер потюнил бы какие-то настройки. Внутри Ignite ML существует такой же partition-based датасет, как основной примитив, который позволяет делать стандартные распределенные операции, такие как MapReduce. На самом деле, внутри любого распределенного машинного обучения ничего, кроме композиции MapReduce нет. Но это некоторый примитивный уровень, на котором писать пользователям не нужно. То есть пользователи могут использовать какие-то SQL-подобные вещи, какой-то pipeline-апе. Но внутри я, как человек, который имплементирует алгоритмы, он будет непосредственно писать, используя MapReduce, примитивы. То есть, к примеру, будет вызывать некоторый датасет, который будет строиться на Ignite данных, и дальше запускать на них какую-то функцию compute, которая запускает вычисления по кластеру, для которых ты определяешь, например, MapReduce операции. Ну, этих компьютеров, соответственно, может быть несколько, если у тебя какой-то итерационный алгоритм или алгоритм за один проход и так далее. Какие есть алгоритмы в библиотеке машинного обучения Ignite ML? Ну, есть вся классика, старая, добрая, логистическая регрессия, SVM, Decision 3, Random Forest. Причем SVM, который есть в Ignite ML, моя собственная гордость, он там сильно лучше, чем в Spark ML. То есть Spark ML, если кто-то пользовался SVM, он там падает на большом количестве фич, и у него безумные вещи с перформансом творятся, народ старается избегать этого SVM. На самом деле по распределенному SVM много-много интересных публикаций было за последние два года. Есть хорошие референсные статьи про то, как правильно синхронизировать кусочки обновляемых там градиентов, фекторов и так далее. Я вот эти все разработки постарался в Ignite ML засунуть, и в этом плане наш SVM работает на схожих данных и быстрее, и короче, и с неограниченным, условно говоря, количеством фич, ограниченным только размером памяти. Есть Decision Trees, Random Forest. Для эталонного, скажем так, вычисления, для любителей поиска ближайших соседей есть даже KNN, причем три его версии там с разными индексами строятся. Есть такой алгоритм, как ANN, когда ты для поиска ближайших соседей используешь не всех соседей, а некое приближенное количество. Это позволяет хорошему метрическому алгоритму а-ля KNN, его approximate version, сходиться за некое разумное время, при том, что ты немножечко теряешь в точности. Но при этом в точности ты зачастую теряешь не очень много, а ускорение достигается значительно. То есть ты можешь сойтись за N логарифм N и даже в некоторых приемных случаях за N. Есть алгоритмы регрессии, которые зачастую являются очень похожими на алгоритмы классификации. В этом плане здесь ничего радикально прорывного нового вы пока не найдете. То есть все это люди имели в Spark ML и имеют в Ignite ML. В этом плане тут полный паритет. Есть примитивные нейронные сети, но когда перед комьюнити встал вопрос, а давайте сделаем маленький PyTorch внутри Ignite или попробуем с ним синтегрироваться или с TensorFlow, было понятно, что вмещать в себя внутрь, гнаться за этими фреймворками у TensorFlow 100 тысяч звезд на GitHub сложно. Лучше с ним правильно интегрироваться. Тем более, что ничего нового в построении архитектур сетей распределенных мы вряд ли изобретем. Нам нужно научиться распределять вычисления этих фреймворков. Это намного более интересная задачка. Собственно, она тоже была решена. К примеру, вот такие вот картинки, которые видите, я их называю своими архитектурными диаграммами. Типа три картинки, соединенные стрелочками. Это моя маленькая архитектура. Вот, например, у вас есть Apache Ignite кластер. Вы при помощи нехитрой манипуляции строите partition based датасет и дальше получаете хлоп из него какую-то модель. Как это выглядит в коде? Код у меня сегодня будет представлен на слайдах. Тем не менее, весь его можно посмотреть в официальных туториалах Apache Ignite, весь этот код, он оттуда. Почему я показываю код из туториалов? Потому что я сам написал эти туториалы. То есть я могу себе это позволить. Смотрите, здесь мы грузим очень типичный датасет. Я сразу говорю, если тут есть какие-то бигдата инженеры, которые скажут, что боже, он опять тренируется на Титанике. Я часто с этим сталкиваюсь. Это очень забавно. Я тренируюсь на Титанике, потому что это самый, по сравнению с Ирис и Титаник, самые изученные датасеты на свете. И любой начинающий датасантист, скорее всего, решал на кегле задачку про Титаник. В этом дело, а не потому что это бигдата, которую нужно распределить. Итак, это такой маленький дисклеймер, потому что это частый вопрос. Смотрите, мы прочитали некоторые датасеты, положили его в игнайтовский кэш. После этого мы при помощи операции векторизации строим вектор. К сожалению, на данный момент не полностью сделана интеграция с мета данными из Apache Ignite, то есть чтобы подтягивать какие-то SQL мета информацию. Поэтому пока построение идет не по меткам, названиям колонок, а по индексам. Это небольшое ограничение, которое, я думаю, будет преодолено в ближайшем, в следующем релизе. Такой вектор уже есть на roadmap. Дальше вы строите модель, тоже достаточно просто, определяете параметры. Например, здесь пять это максимальная глубина дерева, которую вы хотите получить. А после этого фититесь на Ignite, на кэше и на векторайзере. Причем, по сути, векторайзер это некая первая ступень припроцессинга. То есть у вас есть данные, вы хотите на них потренироваться. И вот векторайзер это первая ступенька. Если вам надо больше таких ступенек, то вы на векторайзер накручиваете следующую ступень припроцессинга и так далее. Я чуть позже это покажу. И в конце вы все заканчиваете эвалюацией. На самом деле, если вы писали когда-либо на патч Spark email или писали на scikit-learn, это API не должно вызывать у вас каких-то больших вопросов. В этом и была цель. Оно джавовое, безусловно, со всеми джавовыми, скажем так, плюсами и минусами, в частности, дженериков и так далее. Но оно должно быть понятным для человека, который занимается data science или какие-то вещи в data science делает. К примеру, если мы хотим добавить немножечко припроцессинга. Например, нормализовать к норме L2 или сделать, например, скалирование, пробежаться по всему датасету, найти там минимальный максимальный элемент, все это немножечко подтянуть, чтобы каждая фича имела стандартное соответственно отклонение, например, нулевое среднее. Ну, мало ли чего вы хотите сделать с вашими колоночками. Или, например, вы хотите сделать one-hot encoding, когда у вас есть какая-то категориальная фича. Ну, в нашей ситуации джавовские строки, например, какие-то или чего-нибудь похуже типа джавовского и нам. И вы хотите это представить в виде бинарных векторов, потому что, опять же, это не исключение. Большинство алгоритмов машинного обучения работает все-таки на чиселках и нам надо эти чиселки для них приготовить. И вот в этой ситуации one-hot encoding вполне себе работает. Если мы хотим добавить больше стадий припроцессинга, например, заимпьютить какие-то пропущенные данные, мы можем вызвать соответствующий импьютер-трейнер, который выучит, не знаю, к примеру, средний по колонкам и заполнит ими пропуски. После этого мы запустим на всем этом, например, min-max-скейлер, нормализацию. И обратите внимание, вот здесь вот видно, что в скобочке последним параметром мы принимаем предыдущую стадию припроцессинга. В этом плане не стоит обольщаться, припроцессинг не выполняется в месте, где вызывается функция fit. Это ленивые вычисления, то есть они запускаются только когда стартует тренировка трейнер-фит. Тогда вот эта вся штука собирается внутри и, соответственно, тренировка запускается. Создаются там внутренние какие-то дополнительные данные и так далее. И все это заканчивается тоже стандартной эвалюации. Я немножечко хотел бы вас погрузить не только вот это будни дата-сайентиста, но есть еще будни человека, который такие библиотеки разрабатывает. Я хотел про это тоже сказать. Вот есть, например, линейная регрессия. У нее есть много разных интересных способов, как вот эти коэффициенты подбирать. И есть такой хороший интересный способ, который легко дистрибьютить. Это, соответственно, коротко он называется Lusquare-метод. Когда вы имеете конечное число шагов, то это не совсем итерационный метод в плане кручения матрицы много-много раз. В нем есть конечное количество шагов, за которое все это дело сходится. А определенное количество преобразований над исходной матрицей фич. И при этом есть хорошая возможность это все распределить. Дело в том, что вот эти вот странные формулы можно переписать для p-частей. Выглядит это будет следующим образом. То есть мы за счет аддитивности большинства операций, которые тут есть, можем переписать и нормы, и сами преобразования, как будто они делаются не над одним большим датасетом, а над p-частями. А раз можно делать над p-частями, значит можно и распределить на p-частей, и в этих формулах p оно как бы не ограничено. Мы можем распилить нашу фичи-матрикс, соответственно, на p-частей, какие-то метки на p-частей и делать над ними вычисления p-раз. p-раз параллельно, например. Неважно, у вас параллельная реализация или распределенная. Причем здесь придется на каждой итерации делать два MapReduce прогона. То есть вот эти вычисления... О-о-о, чуть не упал, ничего себе, как опасно. Вот, смотрите, здесь надо будет делать первый проход MapReduce и второй. То есть каждый из k запусков, из n запусков, простите, где оно обычно небольшое, там 5, 10 и так далее, вам надо сделать два MapReduce прохода по кластеру. Это вот пример, когда у тебя был некоторый псевдокод, некоторая статья оригинального метода, который есть в некоторых библиотеках, и ты такой смотришь, а можно ли его распределить. Иногда ты находишь статью, в которой какой-то хороший парень на какой-то грант уже распределил этот метод. Иногда ты не находишь такой статьи и тебе приходится заниматься такими вычислениями вручную. Безусловно, не все вычисления вручную можно так переложить аналитическим методом. Иногда это вызывает такие серьезные вопросы. Но кое-где сделать можно. Второй вариант – это работа с SGD, это Stochastic Gradient Descent, это стоксический градиентный спуск, рабочая лошадка большинства алгоритмов. Например, он, опять же, хорош для того, чтобы решать ту же самую задачу линейной регрессии. А еще он хорош, например, то есть основа его вычисления, она используется и в таких фреймворках, как PyTorch и TensorFlow. То есть суть в том, что вы имеете некоторую функцию коэффициента, которую вы хотите найти, и некоторую функцию потерь. А дальше вы выписываете некоторый градиент, который исходя из этой функции потерь строится. И этот градиент, его можно посчитать тоже распределенно, опять же, в силу его аддитивности, разбить на там кусочков, которые могут быть посчитаны параллельно. И именно это позволяет использовать стоксический градиентный спуск в таком большом количестве фреймворков распределенного машинного обучения. Ну, здесь просто маленькая картиночка, кто-то лампово вспомнит, как тренировал, не знаю, в Scikit-Learn тоже что-нибудь со стоксическим градиентным спуском. То есть это итерационный алгоритм, который постепенно ищет некоторые оптимум функции, ну и много-много-много интересных штук сделает. Но самая важная работа, она приходится на тот момент, когда у тебя есть какой-то псевдокод, и ты хочешь с ним что-то сделать. Вот, например, псевдоход стоксического градиентного спуска на непонятном языке. И мы находим некоторое место, то есть непосредственно вычисление градиента, которое может быть распределено. Оно и занимает большую часть времени вычислений, ну там условные 95-98 процентов, все остальное это просто небольшая бизнес-логика этого СГД. И если ты научишься вот этот момент распределять, то есть вот здесь вот внутри вот этого вызова подсчета обновления вектора коэффициентов и распределенного вычисления ингредиентов, именно вот эта вещь будет многократно повторяться на всех партициях. Вот это СГД, такой вот маленький, не знаю, демотиватор или это уже мем, я не знаю, как отличать друг от друга. В общем, СГД это хорошая рабочая лошадка, вот например, для тех методов, которые есть у нас в библиотеке. СВМ сделан на его пропатченной версии, логистическая регрессия, нейронная сеть, линейная регрессия и так далее. То есть это вот трудовые будни человека, который занимается разработкой таких библиотек. Если вот вас, не знаю, прикололи слайды до этого, вы знаете, как лучше распределять все эти штуки, считать, что СГД это вчерашний день, то приходите, пообщаемся на юзер-листе или можете просто мне написать, потом креденшалы будут, давайте с вами, не знаю, выпьем кофе и что-нибудь распределим. Соответственно, если говорить об эволюации моделей, здесь тоже много интересных точек распределения и парализации в том числе. Типичным способом, например, оценки, хороша модель или нет, является разбиение датасета на тренировочные и тестовые. Но иногда используются более продвинутые техники, например, k-fold cross-validation. Когда выбираете один кусочек, тренируетесь на 9-10, на этом оцениваете, потом его кладете в стопку блинов обратно, тренируетесь, выбираете другого кандидата, тренируетесь снова на оставшихся частях и так k-раз. Потом усредняете оценки полученные на всем, получаете некую более справедливую меру оценки на всем датасете. Дело в том, что можно вполне себе параллельно тренироваться на этих фолдах, если такая возможность есть, особенно если у вас есть много-много сочетаний гиперпараметров. Тюнинг гиперпараметров – это вообще тоже очень интересная задача. То есть у вас есть, например, алгоритм, у которого три гиперпараметра. У этого каждого гиперпараметра есть спектр, например, дискретных или, хуже того, непрерывных значений, которые вылетают из какого-нибудь распределения пуассона. Вы думаете, что со всем этим делать? Предположим, они дискретные. Вот я решил построить некоторые, найти некоторые оптимальные коэффициенты тренировки для decision-3 алгоритма. Вот у меня их, например, всего два – max-dip и min и purity-decrease. Что я могу делать? Опять же, если вы работаете с Spark ML, наверное, сталкиваетесь с похожим API. Я говорю, что у меня будет два параметра, у них будут такие спектры значений. Я определяю некоторый pipeline для исполнения, куда будут инжектиться вот варианты этих параметров. И после этого у меня есть варианты, как перебирать сочетания этих гиперпараметров. Есть грубый влоб, то есть все со всеми возможные сочетания. У меня есть два параметра. Например, у каждого параметра по два значения, четыре варианта перебора, ну и так далее. Комбинаторная задача. Есть разные подходы. Вот, например, в том же Spark есть только перебор влоб, то есть всех возможных вариантов. В Ignite ML есть пять возможных вариантов работы с гиперпараметрами и на подходе шестой. То есть на самом деле перебор гиперпараметров это задачи дискретной метаоптимизации над задачей машинного обучения, которая в свою очередь является задачей оптимизации. И есть питоновские какие-то библиотечки, которые это отдельно делают для питоновского data science. И, соответственно, мне хотелось какие-то интересные вещи втащить. И причем некоторые вещи я видел только как идеи, как догадки. То есть я не находил какого-то исходного кода. И в частности родилась идея использовать генетическое программирование, эволюционные алгоритмы, типичный метод из методов оптимизации для решения этой оптимизационной задачи. То есть сейчас это часть опять же Apache Ignite ML, когда мы некоторым жадным способом говорим, что не хочу сейчас сильно далеко вдаваться тоже в эти подробности, есть некоторая схема стандартная генетического алгоритма, когда вы представляете набор даблов как некоторые животные в популяции, дальше начинаете все эти, как способ решения в этой популяции этих животных обменивать генами, скрещивать, мутировать и так далее. И в конечном итоге вы получаете некоторое оптимальное или субоптимальное решение, которое вас устраивает. И в целом генетические алгоритмы они хорошо себя показали на оптимизационных задачах. И в этом плане вы делаете не brute force, не полный перебор, а намного более сокращенный перебор. Есть и другие техники сокращения перебора, например, random search, когда вы делаете рандомные прыжки по гиперспейсу, ну и много-много всего. Соответственно, все это скрещивается с кросс-валидацией, то есть, например, у нас есть к-запусков на разных сочетаниях гиперпараметров. Плюс у вас есть там n-фолдов, на которых все это надо представить. То есть много-много параллельных тренировок на разных кусочках данных. И все эти вещи для того, чтобы хорошо утилизировать кластер вычислений, должны иметь некоторую хорошую схему параллелизации. И вот опять же в Apache Ignite email есть разные способы запускать последовательно все эти тренировки, запускать их параллельно, к примеру. То есть в зависимости от того, насколько вы хотите ваш кластер загрузить, сколько у вас есть ресурсов. Ну и в конце вы запускаете волшебный тюн hyperparameters и получаете те самые оптимальные параметры, ради которого все затевалось. Все. Эти оптимальные параметры можно, наверное, брать, вставлять в модель, эту готовую модель деплоить. Кроме того, как я говорил, еще одна вещь, которая сильно меня не устраивала в Spark ML, это отсутствие полноценных ансамблей. То есть люди на Kaggle, чтобы выигрывать соревнования, любят стакать, бустить и очень редко бэггить разные интересные модельки. Там какую-нибудь логистическую регрессию, decision trees, их же boost и так далее. Чтобы выигрывать Kaggle, соответственно, на Ignite, нам нужно какие-то такие же примитивы здесь. К примеру, в чем тут заключается идея для тех, кто с ансамблем модель не работал? Предположим, ты потренировался на разных кусочках данных. Вот здесь вырастил одно дерево, здесь другое, здесь третье. И, к примеру, эти три дерева пришли и должны определить что-нибудь про новые пришедшие данные. Вы можете использовать некоторую схему выборов. Например, два дерева говорят, что этот кружок красный, а одно дерево говорит, что этот кружок синий. Тогда большинство голосующих деревьев решает, что он красный. Это вот такая стандартная система голосующего большинства на ансамбле моделей. Таких схем достаточно много, можно какие-то интересные средние делать, взвешенные средние, взвешенное голосование. То есть, тут целая математика теории выборов накручивается уже. В этом плане есть все техники. То есть, я сейчас описал больше схему, похожую на бэггинг, когда мы бьем именно исходный датасет на сумке. Есть тема последовательного обучения, последовательного улучшения слабых классификаторов. Это бустинг, он тоже поддерживается в Ignite, но он не так хорошо параллелится. Я бы сказал, он был больше сделан для совместимости API, и тем более, сама тренировка все равно происходит распределенно, просто мы не можем запустить параллельно несколько классификаторов, их надо все-таки запускать последовательно. И мой самый любимый стекинг, это вообще интересная штука, это когда у вас есть, например, какие-то исходные данные, вы тренируете на них несколько моделей, а дальше эти модели являются как бы входами для модели следующего уровня. То есть, вы не просто голосуете, а подаете выходы этой модели на вход модели следующего уровня. И так, конечно, можно очень далеко углубляться и строить очень-очень интересные архитектуры. Вот. И при этом вы можете параллельно обучать модели первого уровня, и, например, распределенную модель последнего уровня, чтобы получить уже исходный результат. Стекинг в API будет выглядеть следующим образом. Он, на самом деле, не сильно отличается от того, что было. API не какой-то сложный. То есть, мы определяем низкоуровневые классификаторы, после этого, например, определяем высокоуровневые классификаторы, логистическую регрессию, и смешиваем их все вместе, чтобы получить модель стекинга. То есть, мы, например, говорим, что там надо, конечно, поморочиться немножко с типами, так как это Java, вы должны четко прибить все типы гвоздями во всех местах. Поэтому, кто не умеет в дженерике, срочно изучайте, чтобы запускать библиотеку. И чуть-чуть, у меня не очень много времени осталось, я, наверное, пять минут все-таки заберу на вопросы, вот чтобы закончить свой рассказ. Я хотел рассказать еще про несколько интересных фичей, которые сейчас активно разрабатываются. Я думаю, они еще в стадии некоторого восстановления, но за ними хорошее будущее. Соответственно, это онлайн-машинное обучение, например, когда ты хочешь построить вот такую интересную архитектуру. Ну, к примеру, у тебя есть какие-то данные. Я не могу говорить в Spark, из которого вы можете через коннектор их перетащить, например, в InMemory базу данных Ignite. И есть какая-то Kafka, которая тоже через какие-то коннекторы в InMemory вам пишет какие-то новые порции данных. И вы, к примеру, потренировались, как я уже говорил, на каком-то большом батче и хотите на порциях из Kafka дообновлять вашу модель. И фишка в том, что в Apache Ignite ML сделано было с самого начала, то есть было решено, а давайте мы прямо в сигнатуру тренера прибьем такой метод апдейт и будем принудительно всех любителей машинного обучения реализовывать либо этот метод полностью, либо хоть какую-то заглушку, самую простую реализацию ставить, то есть когда мы можем обновить нашу модель. Сразу скажу, из 20 алгоритмов, которые, наверное, есть в тренировке, наверное, в 10 из них это достаточно хороший апдейт, в 10 из них здесь еще требуется почитать какие-то статьи и есть что улучшать. Но, тем не менее, вы можете заниматься онлайн-машинным обучением в том или ином виде для всех алгоритмов, которые у нас имеются. Как это выглядит? Опять же, определили некоторую логистическую регрессию, задали у нее кучу зафитились на первом кэше, получили модель номер 1. После этого мы хотим получить модель номер 2 на кэше номер 2. То есть к нам пришла дополнительная порция данных, которая лежит в следующем кэше, который мы заполнили, например, из кавки. Мы просто делаем апдейт, который использует предыдущее состояние в виде первой модели и получает вторую модель, которая что-то знает про первую, и, например, по определенным законам мерзится с ней. Есть стандартная формула для объединения двухлинейных регрессий, кластерных вещей, и есть достаточно веселые и нестандартные решения. Сразу говорю, тут нет какой-то строгой математики, нет какой-то книги, где сказано, что онлайн-машинное обучение надо делать вот так. Такой книги нет на самом деле, есть подходы. И вот некоторые интересные подходы есть в Ignite ML. Как говорится, лучше синиться в руках онлайн-машинное обучение в проде, чем о нем мечтать. И буквально последние ништячки, про которые хочется рассказать. Вот эта вещь, она есть на самом деле уже в рабочих релизах патч Ignite, это интеграция с TensorFlow. Причем интеграция хорошая, двухсторонняя. Не то, что мы у себя что-то запилили и сказали, вот там, если у вас есть TensorFlow, вы можете поковыряться, у вас что-то получится. Нет, это полноценная интеграция с заходом в комьюнити TensorFlow. То есть в TensorFlow, ну, сейчас скажу честно, во второй этой интеграции нет, не успели еще сделать PR. В первой интеграции, версии где-то с 1.12, 1.10, эта интеграция есть. То есть вы можете именно используя TensorFlow, я сейчас покажу как, делать несколько вещей. Во-первых, вы можете просто тупо использовать данные из Ignite, из нашего partition-based датасета и использовать в нем нераспределенную тренировку внутри TensorFlow. Такая возможность есть. То есть выглядеть это будет примерно так. Вот у вас есть, вы подключаете TensorFlow-контрип Ignite package, импортируете Ignite датасет и вполне себе вот итерируемся, из него k-value значение распечатываем на питончике. Вот. А можно делать более серьезные вещи. Можно делать распределенную тренировку. То есть использовать Apache Ignite cluster для того, чтобы автоградиенты все эти вычислялись по-настоящему распределенно. То есть переносить вычисления в Ignite-овский кластер. TensorFlow задает граф вычислений и отправляет то, что нужно посчитать на данные, которые и лежат в Ignite. И повычисляться какие-то низкоуровневые вещи могут тоже в Ignite. Выглядит это примерно следующим образом. Опять же, это не для TensorFlow 2.0, но я думаю, сейчас не все еще сидят на TensorFlow 2.0, чтобы это было критичным. Опять же, я думаю, что после Нового года я буду работать над пиаром в TensorFlow. Если кому-то интересно, есть специалисты по TensorFlow, знают, как там внутри поковыряться, приходите, поделаем этот пиар вместе, потому что, как говорится, временно все не хватает. Вот, хочется, чтобы в 2.0 это тоже работало с Apache Ignite. Соответственно, сейчас это вполне себе рабочий механизм распределенной тренировки. Его можно использовать отдельно от всего ML. То есть, по сути, поставить Ignite для интеграции, подтянуть зависимости. Использовать это, например, в питоновском ноутбуке. Ну, при условии, что у вас есть рабочий Ignite-кластер, к которому есть креденшал для подключения. Выглядит это примерно так. То есть, мы разбрасываем TensorFlow вокруг Ignite-овского распределенного бэкэнда и вполне себе работаем нормально с TensorFlow для того, чтобы выкидывать туда вычисления. И последние моменты, которые, ну, это самая, наверное, горячая точка, за которой приходят люди в комьюнити. Они говорят, окей, у нас уже мы не новички, у нас сегодня с чистого листа, у нас есть готовый отдел Data Scientist, в котором мы платим очень много денег. Они тренировали какие-то модели. Мы хотим эти модели использовать с вашими горячими данными, точнее, ну, с нашими горячими данными, с этим вашим Apache Ignite или с чем-нибудь еще таким интересным. Этим всем занимается так называемый Model Inference. Это вот такое интересное направление. И Model Inference, он что дает? То есть, кто-то потренировал модель на каком-то маленьком кусочке данных. Но тебе нужно делать массовый предикт, например, на петабайте данных в кластере. Это реально тоже такая полезная, важная задача. И тебе это надо делать тоже распределенно. И вот в Apache Ignite есть инфраструктура, она называется Distributed Model Inference, которая позволяет загрузить модельку, я сейчас покажу, например, из чего. Ну, к примеру, есть примерчик, который позволяет использовать загрузку из HiKit Learn через PML-формат. Только вы сами должны руками запаковать это в XML, по-моему, и потом это в XML распарсить. Вот эта вещь не слишком большое развитие получила в Big Data Tool скажем так, потому что парсить XML ну такое себе занятие. Я себе пару раз распарсил, мне надоело. В общем, может кто-то придет в комьюнити, фанат XML, и, короче, все это попарсит. Есть хорошая интеграция с XGBoost, с поддержкой именно не тупо какой-то EFL вещи, а именно с поддержкой грамматик, парсинга XGBoost моделей. Очень интересная штуковина. Можно этот подход использовать для других там CAT Boost и так далее. Разных Ada Boost и прочих-прочих интересных инструментов. Есть два способа интеграции со Spark, кому какой больше нравится. В Spark есть один старинный способ, когда ты в Spark делаешь сейф на модели, и тебе все сохраняется в паркет файл. Этот паркет файл сложный, какой-то такой иерархический. Его надо парсить в лоб, то есть использовать там паркетовские либо и парсить данные, которые люди запаковали зачем-то в такой сложный формат. Я, честно, не знаю зачем. Это, по сути, спарковская сериализация. Эта вещь есть, она для всех моделей, которые есть и в Spark, и в Ignite поддерживается. И есть другой, более сейчас прокачиваемый способ, скажем так, больше силиконовой долине, я вижу много на конференциях про него говорят, это использование специального рантайма, отдельные утилиты, MLIP называется, с P на конце. И вы, соответственно, можете весь рантайм спарковского пайплайна положить туда, и после этого это поднять в Ignite, и тоже это использовать. То есть эта интеграция тоже поддерживается. Если вы никогда эти слова не слышали, не страшно. Если у вас на проде будет спаркластер, и надо будет перетащить модели, просто запомните, что вот эти две интеграции существуют. И просто самый свежак, я считаю, это просто пять, буквально вот неделю назад замерзли поддержку H2O моделей, то есть пришел чувак из H2O, сказал, вау, как бы классно все у вас в Ignite, мы хотим, чтобы у нас есть какие-то заказчики, которым нужно тренироваться на Ignite-овских данных, давай мы тебе замерзем поддержку парсинга H2O моделей. И сам сделал pull request, и в общем я где-то там поревьюил все это дело, и неделю назад все это вмерзил. То есть вот эта вот поддержка существует. Я думаю, этот список можно дальше пополнять. Это все зависит от того, например, есть, вы можете даже начать контрибьютить, например, в этот проект, просто у вас есть какой-нибудь специфический формат данных, не знаю, прости господи, из MATLAB, и вы хотите, чтобы эти модели как-то инференсились в Ignite-кластере. Можете, если умеете это парсить, эти бинари, вы как бы можете это распарсить, сделать pull request отдельным маленьким саб-модулем, это будет висеть, оно не требует каких-то больших затрат, есть много образцов, то есть можно и так войти. Это пример кода работы с MLIP, но у нас уже не очень много времени, просто поверьте, что это работает, мне на слово, и выглядит это все, вот архитектурная диаграмма выглядит примерно следующим образом. Как выглядит мне более способ, который сейчас нравится. Вот ты взял Spark, натренировал на нем модельку, вот здесь в частности ты построил какие-то Gradient Boosted Trist Classifier, все это вот это вот счастье сделал, и у нас в Ignite ML тоже есть Gradient Boosted Trist Classifier, немножко по-другому называется, но тоже, в общем, есть куча деревьев, которые набустили. Мы можем сделать следующим образом, то есть вот здесь вот мы вызываем сейв и сохраняем это все в какой-то паркет. Дальше мы в Ignite парсим этот паркет файл, выбираем соответственно ту модель, если она у нас поддерживается, если она не поддерживается, мы не сможем понятно распарсить, нам не во что будет мапить эти данные. У нас такая модель по счастью есть, и мы дальше грузим эту модель, получаем модель класса Model Composition, потому что это композиция деревьев. И дальше начинаем делать предикт на тех данных, которые уже есть непосредственно в Ignite. То есть вот так это работает. Ну и последняя минутка мотивации. Я считаю, что Ignite это не только хорошо и вкусно, но и место, чтобы собрать много вашего машинного обучения. То есть у вас есть, например, в InMemory опять же режиме, у вас есть много-много разных способов приготовлять ваши данные. Возможно, есть какой-то data lake. И вам нужно все эти источники данных для машинного обучения собрать в одной точке, чтобы делать, скажем так, обучение не на петабайтах, а, например, на гигабайтах и терабайтах. Такая middle data, да? И, соответственно, вы можете загрузить модели из Spark или данные из Spark в Ignite. После этого какие-то мини-вещи из Flink, Ignite имеет коннекторы к Flink и Kafka, тоже загрузить в Apache Ignite, дотренировать модели, проапдейтить текущую модель, которая вообще могла быть получена из Spark. Это вообще в принципе кейс, когда ты хочешь онлайн-лернинг в Spark, но в Spark его нет. Вот такой вот несколько специфический, но, тем не менее, рабочий способ, если он существует. Я думаю, презентация будет тоже доступна. Здесь есть большая демка. Вот этот замечательный датасет Titanic, который я очень люблю нежной любовью со времен первого кегла. Вот. Я написал большой туториал, где все-все фичи, которые есть в Ignite ML, последовательно применяются на этом датасете. Он вот по этой ссылке доступен, он лежит сейчас в мастере Apache Ignite, можно там скачать мастер или какой-то последний релиз или релиз, который будет. Эти демки у себя локально тоже погонять. Вот там много-много всего интересного. И последняя минутка мотивации. Вот у нас еще чуть-чуть времени до перерыва осталось. Вопросы, я думаю, мы, если успеем, зададим, если нет, в экспертной зоне. Как присоединиться? Я же говорил, я буду вас немножко хайрить. То есть я ищу не только юзеров вот этих вот всех вещей, я ищу людей, которые реально фанатеют от ML, хотят сделать его распределенным и видят себя где-то между Data Science и Java бэкэндами. То есть если вы хороший Java бэкэндер и увлекаетесь машинным обучением, там гоняйте педпроджекты, и вам интересно все это пораспределять. Или просто по-контрибьюти в open-source проект, не обязательно в ML-модуль. Можно приходить в Apache Ignite Community. Вот непосредственно ML-м занималась, вот на данный момент в ML законтрибьютила 10 разных людей. Причем очень разная у них география. То есть я вот недавно встречался с товарищем из Нидерландов, который законтрибьютил к нам. Вот товарищ из Чехии, перебравшийся в Силиконовую долину, работающий в HTO. И много-много очень интересных персонажей у нас contributed. Есть блок, есть Ignite Документация, есть отдельно, будем честны, не самая лучшая на свете ML-документация, как это бывает в open-source. Я чукча не писатель. Если вы technical writer, как бы вдруг внезапно пришли, вот сейчас на конференции сидите, я буду очень благодарен, если вы придете и поможете хотя бы какой-то док написать, чтобы сделать его очень хорошо. Я, к сожалению, в доке не очень хорошо умею. Есть определенный roadmap для Ignite 3.0. Вдруг кого-то заинтересуют не текущие задачи, о которых я рассказал, а вы эксперт в каких-то других вещах. Это большой вектор на интеграцию с нейросетями. PyTorch, в конце концов, надо как-то поддерживать. Общался тоже в кулуарх с ребятами из нашего Deep Learning подразделения. Они мне сказали, так, TensorFlow это вчерашний день, надо поддерживать PyTorch. Говорю, блин, два года потратили, чтобы впилить поддержку TensorFlow, говорят, это вчерашний день, но придется PyTorch впиливать. Это, я считаю, большой недостаток алгоритмов в кластеризации, то есть не хватает, например, таких методов, как, например, LDA, Bissecting Commence. В общем, их маловато. Явно нужно приходить и пилить кластеризацию, потому что на Prode кластеризация используется даже почаще, чем классификация, просто здесь непаханное поле работы. И такая вещь, как банальный статистический пакет. То есть, чтобы могли посчитать медианы, ковариации, корреляцию, анову и так далее, то есть все эти вещи, их нету сейчас в Ignite ML, их надо, например, реализовывать ручками и подключать статистические там питоновские, например, паки, или джавовые паки, типа там Java, Math, Commons и так далее. То есть это все тоже проблема и они достаточно легко распределяются. То есть на самом деле можно стать гуру в распределенной статистике. Соответственно, можете вот писать мне, ну и приходить, соответственно, в Apache Ignite Community. Там очень дружелюбный div-лист и сегодня вот тут Дима где-то видел, приходил. Дима будет сегодня вечером выступать. Дима, у нас очень важная шишка в Apache Ignite Community. Будем считать? Да, ладно. Вот. Короче, он вам расскажет, как в Open Source ходить, но я тоже вас немножко поагитировал. Ну в Open Source не приходите просто в Open Source, приходите ML заниматься. Это очень и очень интересно. Ладно. Все. Я закончил. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...